Привет, ребят, с вами Megavzor.com и сегодня героем нашего обзора будет новый Asus ZenBook 14 UX434 с процессором Intel Core i7 8-го поколения, графикой GeForce MX250 и новым тачпадом ScreenPad 2.0. К моменту публикации он уже доступен в российских магазинах, по ссылке доступны характеристики и цены. В комплекте покупатель получает зарядное устройство и набор документации. Asus ZenBook 14 UX434 при сопоставимой диагонали экрана является одним из самых компактных среди решений, доступных на момент осени 2019 года. Корпус выполнен из металла, окрашенном в тёмно-синий цвет, переливаясь при попадании лучей света. Внешние поверхности не марки, по центру крышки золотистый логотип производителя. Общие габариты у него достаточно компактны. Крышка откидывается в пределах 145 градусов, здесь используется уже встречаемое ранее конструктивное решение ErgoLift, когда нижняя часть крышки приподнимает основание, обеспечивая свободное движение воздуха. Также помимо этого изменяется угол наклона рабочей плоскости клавиатуры, упрощая набор текста. Для дополнительной устойчивости снизу расположены резиновые ножки. Клавиатура с низкопрофильными переключателями, подсветка. Кириллические латинские символы хорошо читаются в дневное и ночное время. По центру расположен тачпад, скринт по 2.0 с диагонали 5.65 дюймов. Синтегрированным в него супер IPS дисплеем. Разрешение 2160 на 1080 пикселей тачпада распознаёт два одновременных нажатия. Нажатием на кнопку пользователь сможет переключаться между функцией тачпада и активным экраном. Есть несколько вариантов вывода информации на тачпад в Asus ZenBook 14. Среди них цифровой блок, иконки для часто используемых действий в приложениях, инструменты для работы с текстами и таблицами, а также управление воспроизведением мультимедиа-контента. Этот экран также определяется как второй монитор в системе. На него можно дублировать изображение или расширять и использовать как отдельный монитор. Из нестандартных задач во время работы на нём можно будет посмотреть новую серию любимого сериала. На правой грани слот для карты памяти, формат на microSD, USB 2.0, спаренный аудиоразъём и пара светодиодных индикаторов. С противоположной стороны гнездо питания HDMI, USB 3.0 и USB Type-C. Ранг вокруг экрана узкий, а часть сета и дала возможность уменьшить общие габариты корпуса. Сверху сохранена веб-камера. На борту 14-дюймовый экран с разрешением Full HD в Asus ZenBook 14 используется IPS-матрица с широкими углами обзора. Яркость высокая, хорошо настроен, целый баланс. Подсветка равномерна по всей площади. Основной экран без сенсора на управление. Работает ноутбук на базе процессора Intel Core i7-8565 с тактой частотой от 1.8 до 4.6 ГГц. Для его охлаждения используют активное охлаждение. Максимальный нагрев при продолжительной нагрузке достигал 93 градуса. TDP 15 Вт. Выполнен он по 14-метровому техпроцессу. Интегрированная графика Intel UHD 620 дополнена GeForce MX250. На борту 16 ГБ оперативной DDR памяти. Работа в звуканальном режиме. Под хранение данных выделен M.2 накопитель. Объем 512 ГБ, он быстрый. Уровни быстродействия достаточно для таких игр, как Overwatch, Dota 2 и World of Tanks. Последний может быть поиграть с высоким битрейтом на средних настройках графики. Встроенной батарейки хватает примерно 5 часов беспрерывной работы с максимальным уровнем яркости. Вне ресурса в емких приложениях время работы достигает 8,5 часов. Снизив яркость экрана, можно будет получить около 11 часов. Как итог, ASUS ZenBook 14 – интересный вариант высокопоразводителя ноутбука. С процессором Intel Core i7. Выполнен в компактном корпусе, предлагающий функциональный тачпад. Синтегрирован в него IPS-дисплеем. Он на уровне удобнее информативной панели в MacBook Pro. Предлагает дополнительный удобство при работе с офисными приложениями, монтажей в Adobe Premiere, а также с запуском приложений и целого ряда других задач. Его же можно использовать в качестве второго экрана для просмотра роликов или фильмов. С удовольствием обсудим с вами ASUS ZenBook 14. Всем спасибо за внимание и пока-пока.